Атмосфера, эстетики и роскоши. Красивые девушки в ярких платьях и статные мужчины во фраках, вальсируя, перенесли гостей в эпоху шикарных дворцовых балов. Мой любимый танец, который мы самым первым танцевали, это как раз фантастический вальс. Он более обширный в плане движений. На самом деле сперва не было понятно ничего, репетиции и все. А когда приходишь в костюме, в такой музей, вся эта атмосфера, конечно, появляется сразу. Все эти дамы красивые в платьях, все эти кавалеры. Это просто неописуемо. Во время подготовки студенты не только учились танцевать, они изучали культуру тех времен, этикет и тщательно подбирали образы. Свой замечательный наряд я буквально утром забрала, его доделали. Мы довольно-таки долго собирались к сегодняшнему празднику. Некоторые наряды нам шили на заказ специально для нас, а некоторые брали в аренду. На Ползуновском балу гости узнали историю танца, о наличии танцев для троих исполнителей, наслаждались живой музыкой и даже учили базовые шаги. Теперь мы поворачиваемся, но со сменой партнеров. В правую сторону. В правую сторону. Четыре. Первый бал в 17-м году посвятили юбилею университета. Однако свое название «Ползуновский» он приобрел позднее, как и клуб старинного танца, основанный на базе вуза. В здании музея мы впервые бал проводим, площадки менялись. Мы проводили в различных досуговых точках нашего города и филармонии. Но вот здесь, мне кажется, попадание очень хорошее. И история, и дух. Добавим, пятый Ползуновский бал прошел в самом сердце музея. А организаторы уже задумываются, чем привлечь студентов на бал в следующем году. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.